В Кровенческом музее каждый экспонат, ценный сельскому хозяйству, здесь отведено особое место. Это один из самых древних видов деятельности человека. Всё когда-то начиналось с работ на земле, с посадки первых зёрен. Для белорусов человек-труженик – это всегда самый почётный человек. Человек, который ленился, который не работал, он был всегда в деревне посмешищем. На него вешали всякие обидные прозвища, поэтому человек должен был работать. И работать тяжело, чтобы прокормить не только себя, но и свою семью. И поэтому очень многое в нашем музее посвящено труду и сельскому хозяйству в частности. Этот стенд рассказывает об истории сельского хозяйства в послевоенный период. После изгнания немецко-фашистских захватчиков в 1944-м в районе остался лишь один трактор. Нелегко приходилось восстанавливать разрушенное хозяйство, открывать новые рубежи сельскохозяйственного производства. Данный стенд рассказывает о некоторых людях, которые помогали восстанавливать сельское хозяйство. И здесь мы можем видеть не только их фотографии, но и их документы, их почётные знаки. Также это периодика, которая рассказывала о достижениях жителей Сторонского района. В первый послевоенный год с каждого гектара было получено по 4,5 центнера зерновых, 40 картофеля, 1,3 льна семян. Шла непрерывная борьба за возрождение полей и ферм, предприятий и колхозов. Сотрудники музея рассказывают и о первых героях социалистического труда. Анастасия Кузьминична-Чедович была первой удостоенной звания героя социалистического труда в Солигорском районе. Урожайность льна в её звене росла из года в год. Анатолий Дубовский и Степан Дубовский также были удостоены звёзд за успехи в развитии сельскохозяйственного производства. Среди знаменитых уроженцев Солигорского района и Василий Корж после увольнения в запас и до самой смерти возглавлял колхоз «Партизанский край». Благодаря труженикам Солигорщины в наши дни сельское хозяйство является значимой отраслью экономики страны. Стоит отметить, что с 1976 года научные сотрудники музея собирают ценные экспонаты о наших земляках и заинтересованы в любой информации. Если это фотография, какая-то даже потрёпанная, порванная, с чего-то отсутствует кусочек, на ней запечатлена история. И что-то сказать, что мы вот это вот выбросим, это мы не примем, мы такого не можем. Это не в приоритете, музей так не поступает. Поэтому стоит приносить, приносить все фотографии старые, новые, какие-то удостоверения, медали, грамоты, которые уже кажутся на данный момент тоже достаточно смешными, с такими смешными формулировками или какими-то там неинтересными, непонятными высказываниями. Нужно приносить всё. Время празднования Дня работников сельского хозяйства выбрано не случайно. Оно приходится на период окончания сбора урожая. Кстати, в одном из залов музея разместились работы воспитанников художественной школы искусств. Одна из них, написанная 15-летней девушкой, так и называется «Связь поколений». Смысл глубокий, уходящий с корнями в историю. Продолжение следует...